Друзья, всем привет! Вы на канале Разгоняем Алкопоезд. Все в сборе, значит будем начинать. Итак, на повестке дня у меня сегодня настойка грейпфрут с лимоном АМГ. Голосовалка, голосовалка на вкладке сообщества. Погнали! Значит, настойка обладает насыщенным свежим вкусом грейпфрута, дополненного оттенком сочного лимона. Да, богатый вкус напитка гармонично раскрывается при подаче в хорошо охладежном виде. Я немножко охладил. Ну, точнее охлаждал нормально, но уже все давно потаяло. 500 мл, 35 градусов. Рецептура на основе зернового спирта люкс и артезианской воды. Значит, пишут у нас дальше в составе. Настойка полусладкая. АМГ, грейпфрут с лимоном. Состав. Вода питьевая исправленная, спирт люкс, сахарный сироп. Далее, настой спиртованной корки лимона, настой спиртованной корки грейпфрута. И пищевая добавка, регулятор кислотности, кислота лимонная. Производитель ООО «ЛВЗ Фортуна», город Тимашевск, Краснодарский край. Давайте открывать и пробовать. Тем более, у нас «ЛВЗ Фортуна» довольно-таки частый гость. Опа. Скользит теперь. О, как легко и непринужденно получилось. Есть дозатор. Классика, да, жанра? А теперь она у нас не закручивается. Отлично. Давайте попробуем освободить от пленки. Промолчу. Цитрусом пахнет. Цитрусом пахнет, наверное, больше лимончиком. Приятный запах. Спирта практически нет. Угу. Цитрус? Погнали. Пить вредно, же страшно, и все мы там будем. АМГ, грейпфрут с лимоном, настойка. Чайни-графья. Вообще, зашла как к себе домой. Ну что, проваливается довольно-таки мягко, чувствуется сладость, чувствуется цитрусовая составляющая. Правда, вот я еще не могу разобрать, чего здесь больше, лимона или грейпфрута. Давайте в такой бокал. Я сегодня снимаю на кухне, потому что я параллельно готовлю еще себе вечернюю трапезу. Вот, который раз я убеждаю, что вот эти вот бокалы такие, в них все, что связано со спиртом люкс или с другим подобным, там, с альфой, и, прости господи, там, с каким-то спиртом высшей очистки, в них ничего подобного наливать не надо. Потому что спиртовые нотки начинают доминировать. Давайте теперь так. Так. Входит плавненько, не жестко совершенно, достаточно сладкая она, прям прилично сладкая. Не знаете, не как водка с некоторым ублюдским сладким привкусом, а полноценная сладкая, у нас же настойка эта полусладкая, поэтому здесь чувствуется такая мощненькая, уверенная сладость. Далее идет цитрусовое наполнение. Но, мне кажется, лимона здесь все-таки побольше. Приятная зараза. Очень приятная штука. И ее не хочется закусывать совершенно. Я единственное думал, что у нее будет цвет какой-нибудь более насыщенный. Может быть, хотя бы так чуть-чуть отдаленно подкрашенный. Но нет. Ну и, собственно, хрен с ним. АМГ на обзоре уже была. Я делал на АМГ угольная фильтрация. Квасочек. А мне АМГ тогда очень сильно понравилась. И действительно очень мягкая была, вкусная водяра. Она была на Альфе. И потом я ее на стриме благополучно допил. Кстати, стрим скоро будет недель через две. Сейчас пока по субботам несколько я занят. А так потом опять вернем наши старые добрые попольки. Как вы заметили, сегодня присутствует атрибут нынешнего года. Мышка вид. Почему я его сегодня поставил, хотя давно убрал уже на полку. Не знаю, как у вас. А тут у нас разгул пошел. Значит, взялись очень мощно за тех, кто не соблюдают масочный режим. Поэтому теперь даже в булочную на такси все равно в маске. Давайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте колокольчик. Что еще делать там? В группу ВК заходить, там спойлеры. В инсту заходить, там тоже спойлеры. Друзья, за вас. Вот пьется, даже в принципе не скажешь, что она на люксе. Часто что-то подобное заходит достаточно рисковато и спиртяжно. Опять же, возьмем там, прости господи, этот ЧК Монти, где хоть с шоколадом, но все равно там такие вот спиртовые нотки доминирующие. Хотя тоже напиток вот такой вот, какой там своеобразный. Здесь фрукты. Ты чувствуешь все-таки, что это не какой-то такой легкий коктейльчик. Ты чувствуешь, что это что-то крепкое. Такое по аналогии с каким-то таким крепким ликерчиком, только не такой сладкий. Прекрасное послевкусие. Вообще вот, честно говоря, добадываться особо не к чему. Кроме классика. Вот. Во все стороны. Крутотень. Это называется пробка алкашка. То есть, дабы ты будешь переживать, что будет выветриваться, поэтому ты срочным делом должен захреначить всю бутылку. Но мы, конечно, это делать не будем. Это не тот канал, где напиваются. А вот еще выпить можно. Я сегодня постараюсь сделать не сильно долго обзор, потому что я в последнее время как-то ударился совсем в длительные дали. И традиционная рубрика «Приветы от Демуса». Куда без нее. Сегодня властью, данной мне Ютубом, передаю привет Павлу Фомину из Приморского края. Павел, здоровья. Опять же, пишите, кому передать привет. Начинает теплять. Начинается больше спиртовых ноток. Ну, это выглядит с абсолютно любыми напитками, практически с любыми. То же самое, как водку заморозишь в мисину, потом начнет оттаивать. Извините, резко барышня подурнеет. Так, что по ценнику? По ценнику у нас. Значит, данная настойка стоит примерно 340 рублей. Продается в разных сетях и в фирменных магазинах ЛВЗ Фортуна. А так, где нравитесь? Ну, честно говоря, мне она достаточно понравилась. Давайте, наверное, все-таки плавно... Нет, давайте еще бахнем, потому что она мне понравилась. Вот все-таки по мне так... Здесь от грейпфрута в основном цитрусовая горчинка, а послевкусие лимонная. Вот как-то так. Хотя вроде бы грейпфрут здесь на первом месте, но мне кажется, вот именно горчинка... Вот кто любит водку, допустим, с грейпфрутовым соком? Я вот люблю. Ну, не мешать, а вот просто запивать. Мне нравится. И к лимону я отношусь отлично. Да, вот настойки недавно делал. Кстати, настойка лимонная уже ушла полностью под корень. Эх, не дожила до стрима. Здесь, по моему мнению, все-таки, наверное, на передний план выходит больше лимончик. Ну, опять же, нехорошо, не плохо. Но главное то, что здесь есть... Это уже итоги пошли. Главное, что здесь есть достаточно полноценная цитрусовая составляющая, потому что вот здесь у нас же только корки, насколько я помню. Да, корки. А я же когда настаиваю, я же еще настаиваю на плодах. Соответственно. То есть, чтобы помощнее все это раскрывалось. Я думал, будет, может быть, какая-то вот такая вот хирогниль поганая, как у графа Ледова, лимонного. Ой, что-то голос потерял. Ковидка. Была у меня такая вот нехорошая мысля, что, может быть, действительно будет вот какая-то такая вот не очень приятная, не очень, опять же, лимонная, не очень фруктовая составляющая. Ну, ни хрена подобного. Здесь совершенно другая картина. Здесь все присутствует. Единственное, что вопрос в каких пропорциях. Ну, может быть, я неправильно так ощущаю. Может быть, я грифрут забыл. Мягко, мягко. Питка, питка. Можно поделать, в принципе, наверное, какие-нибудь коктейльчики, допустим, забодяжиться льдом. Может быть, там, разбавить там прохладной минералочкой. Я думаю, в принципе, неплохо зайдет. Опять же, моя любимая шарманка по поводу спаивания девчатин, но тоже вполне себе. Но есть, конечно, небольшие минусы. Да, вот теплеет, дурнеет, но это истинно старая. Вот это, конечно, колхозень. Это отдельный перевет Лузы Фортуна. Я не знаю, конечно. Сейчас скажете, что это криворукость, демуса и прочее. Но почему у меня через одно вот такие вот пробки получаются? То у Джина, то там у Эйда Бульской, то еще у Кучи. Ну, это что такое? Вот она вообще, она не закручивается совершенно. Я, конечно, понимаю, что, может быть, это такая хитрая задумка художественная, что, типа, понять, что она уже початая, но у вас же есть здесь вот эти вот контрольные рисочки. Ну, так, ну, блин, ну, стыдно. Ну, фигня какая-то. Вот, ну, что это такое? А так, 4 с плюсом. Ну, в принципе, все достойно, все вкусненько. И да, кстати, последние там 2 недели выходят у меня в основном настойки, да, всякая херабра. Поэтому будем исправляться. Может быть, еще пивас выйдет, но дальше перейдем на нашу добрую традиционную водяру. Друзья, всем спасибо. Всем огромнейшего здоровья. Ну, естественно, до скорого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...